Любовь. Никакое другое чувство не вызывает столько споров и разногласий. А есть ли вообще любовь? А что такое любовь? Это дар богов или болезнь? А любовь это на всю жизнь или что-то мимолетное? Свои доказательства о том, что любовь это нечто, самое великое чувство, самое эффективное чувство из тех, что даны нам природой, я давал в своё видео формулу любви. Кому интересно, может посмотреть. Мы сейчас поговорим о другом. Сегодня я хочу обсудить другой вопрос. А что важнее? Любить или быть любимым? Я уже 20 лет занимаюсь математической моделью нервной системы. И мой взгляд, это взгляд учёного. Он не совсем обычный. И может быть, вам покажется интересным. Я вообще не считаю любовь чувством. Любовь это резкий подъём настроения в ответ на появление объекта любви. Вся наша нервная деятельность, весь наш опыт, все наши знания, вся наша память есть результат формирования и работы крупных рефлекторных комплексов. Именно они содержат в себе всё-всё-всё, что мы когда-то пережили. Но рефлекторные комплексы – это нервы. А по нервам не текут ни любовь, ни ревность, ни ненависть. По нервам течёт электрический ток. И чтобы эти комплексы рефлекторные работали, должна протекать электрическая энергия. Наши эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в мозг через такие рефлекторные комплексы. И больше ничего. Когда у нас нет энергии, когда по рефлексу идёт очень мало тока, мы находимся в депрессии. У нас нет сил ни для интеллектуальной, ни для какой-то физической деятельности. Энергии чуть побольше, и мы уже начинаем функционировать хотя бы как физическое тело. А когда энергии очень много, то что мы получаем? Энтузиазм, радость, счастье, мы всё можем, что в физическом, что в умственном смысле. Это самый благоприятный для нервной системы вариант, когда энергопоток огромный. Так вот, любовь – это переключение с рефлекторных комплексов с более низкой энергией на рефлекторные комплексы с большей энергией. И именно когда включаются вот эти большие, объект любви является триггером, пусковым механизмом. И мы можем всё. А вот теперь вернёмся опять к тому же вопросу. А что лучше – любить или быть любимым? Из того, что я сказал, получается, что любить. Потому что когда вы любите, вы полноценны, вы энергичны, в ваш мозг, в ваш организм поступает огромное количество энергии, вы себя чувствуете великолепно, когда любят вас, это может быть приятным, может быть неприятным, в зависимости от того, какие у вас есть рефлексы. Рефлекторные комплексы, если быть точнее. Но когда любите вы, вы полны энергии. Поэтому вывод – самое лучшее – любить самому. Вывод немного странный. Можно сказать, даже в какой-то степени эгоистичный. Любите, чтобы вам было хорошо. Но ведь это так. Человек создан для того, чтобы быть счастливым. И каждый из нас может сделать счастливым только одного человека. Самого себя. Так любовь является самым мощным оружием, орудием, чтобы сделать себя счастливым, чтобы стать счастливым. Будьте влюблённы. Любите. Ну, а если повезёт, пусть эта любовь будет взаимна. Почему в любви бывают негативные моменты, хотя я описал, что всё это так хорошо, вы можете посмотреть на видео «Формула любви». Там всё это описывается. Сегодня мы совсем говорим о другом. Будьте счастливы, будьте здоровы. Любите. Спасибо.